И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэвен, и на ваших экранах начало нового прохождения такой модификации, а это именно модификация к амнезии, как полярис, амнезия полярис называется, совершенно, совершенно случайно узнала о выходе данного мода, который вышел вот буквально вроде как на днях, ну то есть совсем-совсем недавно, чуть ли там, ну как раз. Не буду точно дат называть, возможно я просто плохо помню, неважно. В общем, ничего не знаю, единственное что знаю, то что говорится в описании, и это очень сейчас у вас, как и у меня, вызовет такие сильнейшие ассоциации. В общем, полярис это тотальная конверсия игры амнезии The Dark Descent. Действие игры происходит в Гренландии на полярной станции. Главный герой, его зовут Йен, полное имя, я это не выговорю, но Эй-Е-Калдук Ирингак. Я так понимаю, он инуит у нас. Он житель местного племени аборигенов, ну да, по всей видимости. Группа ученых пригласила его сопровождать, их как проводника и эксперта по выживанию в суровых условиях Гренландии. Известно, что на момент начала игры ученые были вынуждены бросить его на станции совершенно одного, что послужило этому причиной... Ой-ой-ой, тихо, подожди. Что послужило этому причиной, и как главный герой будет выбираться со станции, а вокруг только снежная буря и бескрайние белые просторы, вы узнаете по ходу модификации. Упреждаю очевидные вопросы. Нет, мод не копирует глобальную модификацию для амнезии под названием Пенумбро-Некролог. Хотя, я думаю, здесь больше не столько Пенумбро-Некролог, сколько сама по себе Пенумбро, ну, потому что, как бы, север, холод, станция, ну, то есть, понятно, да, чем вдохновлялись авторы. Ну, наверное, это хорошо, чем плохо, потому что, если они оборачивались, да, вот на такой щедевр, не побоюсь этого слова, как Пенумбро, то это, наверное, хороший все-таки знак. Вот, но, безусловно, та, ну, то есть, Пенумбро-Некролог входит в число источников вдохновения. Главный ориентир и модификация на движке Source Black Snow, а также прекрасный квест Alpha Polaris. Давно, кстати, хотела его пройти, что-то так руки не доходили, может быть, даже после этого мода как-нибудь и возьмемся, посмотрим. Также фильм Джона Карпентера «Нечто». Его современный... так, мне неудобно уже читать становится. Современный одноименный приквел или что там, господи. А еще, в общем, древние легенды инуитов и атмосфера, 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 короче, атмосфера. Короче, инуиты, Пенумбро, короче, нас ждет что-то очень интересное. В общем, мне понравилось очень описание, стало интересно, ну и опять же, амнезия, и что приятно. Русскоязычные люди сделали данный мод. Вы заметили, да? Что-то как-то в последнее время наступило время модов, и это не может не радовать, потому что все последние моды такие хорошие, которые у меня действительно отложились в памяти, то есть это Пенумбро, Некролог, это Сайлент Хилл Химила, сделали русскоязычные люди. Это, по-моему, замечательно. А здесь еще и Альфа... ой, Альфа, Полярис. Вот, точно надо пройти как-нибудь. Короче, амнезия, Полярис. В общем, все, вступление дан, поэтому давайте начинать новое исследование. Не представляю, что нас ждет, будут ли здесь какие-то монстры, хотя мне кажется, что все-таки будут, потому что как же без них. В общем, я не знаю абсолютно ничего. Единственное, что я еще хочу сказать, прежде чем мы начнем. Разработчики сознались в том, что игрушка далась им, скажем так, тяжело. В ней много багов вроде как есть, но я уже скачала фикс, который прилагается, в общем-то, к данному моду, установила его. И будем надеяться, что, как бы, никаких трудностей, проблем у нас не возникнет. Это если они все-таки будут, ну, буду сверяться там с технической темой, да, которая, в общем-то, там есть в группе ВКонтакте, кстати, на которую я оставлю ссылку в описании видео. Так что, как бы, если кому-то интересно, вы можете там посмотреть и ссылку на скачку, и все-все-все. В общем, все. Все, что хотела, сказала. Может быть, даже кого-то заинтересовала этим всем описанием, хотя это было достаточно долго. В общем, начинаем. Начать сделанное, да. Музыку, кстати, не знаю всю ли, честно, но, в общем, музыку писал Дрэкс Уэлл, он принимал также участие в создании музыки для пену бронекаралок, если чё. Если кто-то не в курсе. Я думаю, в данном случае название Амнезия является больше, знаете, такой... Ну, просто, чтобы знали, что это мод. А, вот, все-таки не только Дрэкс Уэлл. Приятно, что можно не волноваться за авторские права, там, за музыку, потому что, ну, как бы, делали... Наши чувачки! А, Джессус? Надо же. Ну, Влад Дуглас. Это летсплеер, если ты чё. Не смотрю, но знаю. В общем, можно музыку по полной врубить и, в общем-то, наслаждаться. Это что такое? Чё-то как-то эти кровавые разводы или что? Ой-ёй-ёй, нифигашечки. Или что это за... А, нет, это, наверное, пламя. Не, ну а вот это на стенках тогда по бокам что? Чё-то у меня уже паника началась. Так, всё, мы можем ползти. Ползём. Ну, нафиг это дело. Ой, ползём. Чё-то какой-то завал. Чё-то происходит. А чё вот, правда, вот это за кровавое там было такое? Чё, что ты так громко кашляешь? Ой-ёй-ёй. Ой, летающий камень. Нормально. Ползи, мужик. Выбирайся. И вот тут, кстати, я первый раз обосралась, когда тестировала видео. Звук вертолёта. Звук вертолёта. Определённо. Задание добавлено. Так, чувачок, ты как? Ты живой? Мне кажется, надо потише сделать. Моя нога её сильно приложила, но, возможно, она сломана. Чувак, ты ходишь вполне нормально, она не сломана. Всё хорошо. Ух ты, нифига себе. Странно, что нам, кстати, мы там ногу не оставили, потому что, ну, как бы... Ну, ладно. Ходим мы нормально вполне. Я не замёрз. О, боже, здесь что, ещё греться нужно будет? Как там была эта игра? Анабиоз? Сон разум? Или... Ой-ёй-ёй, смотри-ка. Поднята карточка доступа. А здесь есть что-нибудь? Держите это время. Тяжело. Слушайте, вот я так понимаю, от этой двери, да? Ну, давайте всё-таки сперва осмотрим. Ся. В общем... Ой, господи, что это? Ты кто? Я могу... Что это? Предохраня... Ой, не зря пошли сюда, слушай. Фонарика нет, темно страшно, ничего не ясно. Подсказка, уйди. Это мне не нужно. Кстати, а как тут вертеть? Кто-нибудь помнит предметы? То есть... Так, ну, а как отдалять, я помню. Как кидать, я тоже помню. А вот как вертеть, знаете, вот, чтобы он... Ты его держишь, а он вертится. Ой, господи. Вот это... Вот это я не помню, конечно. А, когтюшка. Что это такое? А, там стенка, там нет ничего. Ладно. Допустим. Выхода нет, только дверь. Слушайте, ну вот, если придется греться, то я прям даже не знаю. Я прям... Даже не знаю. А, слушай, здесь открыто. Зачем нам тогда... Ладно, видимо, будет впереди дверь, которую нам придется открывать. С помощью карточки. Так-то тебя можно подвинуть? За тобой ничего нет. А то, я так смотрю, здесь очень любят раскидывать. Ну, как это обычно бывает, по углам. Выбей окно, выберись. Ну, в общем, как мы уже знаем с вами, нашего товарища по каким-то причинам решили здесь бросить. По каким-то непонятным, будем это выяснить в процессе игры. Ну, what the fuck вообще? Привет. О, господи. Так, кстати, давайте почитаем заметки. Пусто, спасибо. Задание. Дверь открывается, ключ карты. Видимо, я обронила ее, когда все случилось. Надеюсь, ключ карты где-то здесь надо поискать. С таким ушибом ноги я точно не смогу бегать. Нужно срочно идти лекарство. Меня бросили. Ничего удивительного после всего, что я натворил. Интересненько. Надо выяснить, что случилось с остальными. Они же тебя бросили. Че выяснили? Или что? Или еще какие-то остальные есть? Ой. Господи. Темно так вообще нифига не видно. Серьезно. Здесь нет ничего полезного. Это че такое-то у меня... Это в игре? Че, то есть звук такой прям был? Так, подожди. Как там инвентарь-то? О, господи. Вот так вот сюда. О, господи. Боже мой. Я чуть не... Не это самое. Я надеюсь, что это было где-то в другом месте. Потому что я за... Ух ты, господи. Че-то, знаете, как будто бы я в непрорисованную местность попала. Как-то, по-моему, слишком светло. Ну да, конечно. Слушайте, как мы удачно все подобрали. Где открывается? Кто ходит? Что это за звук? Я сейчас так всрала, если честно. Что-то... Что, где? Я замерзаю. Не присядно. Да блин, слушай, чувак. Я понимаю. Давай внутрь тогда пошли погреемся. А где вход? Где открылось-то? Я нифига не вижу. Здесь так светло. Слишком светло. Что это за шаги были? Я чуть не закончилась. Где-то в правом ухе. Подожди. Че там замерзнет? Короче, че-то он там про холло сказал. Пойдемте тогда греться. Я не знаю, это, кстати, здесь можно как-то? А, вон оно. Че, я только сейчас заметила, я не обратила внимания до этого. Только не... Тепло. Ну, пойдемте еще, может, погремимся. Я не знаю. Может быть, как-то очень тепло. И там есть функция. Просто заодно посмотрим, как это работает. Если мы сейчас можем, конечно, это использовать. Очень светло на улице. Не видно вообще низги. Все белое-белое. Ну, увидите, что я вам рассказываю. Так, открой мне дверь. Ну, давай посмотрим. А надо... Ну, чуть-чуть, да, погрелись. Слушайте, интересненько. То есть, такое своеобразное второе здоровье. Мне кажется, все-таки этим анабиозом тоже люди вдохновлялись. Потому что там такое вроде было. Если я не путаю название игры. Если это действительно та игра. Вот меня смущает то, что мы действительно не можем бегать. А... Где там открылась дверь, как я понимаю. Немножечко не ясно. Пойдемте в ту сторону. Вот пойдем по этим черным. Потому что я нихрена не вижу. Это, по-моему, слишком даже для Гренландии. Спокойно. Ну, что это за зеленая фигня? Это так и надо? Как-то... Мне кажется, это какой-то баг. Нет? Нет. Взлетная площадь. Слушайте. Ну, как-то со снегом перестарались, по-моему. Что-то как-то вообще перестарались. Так, я понимаю, что... Ну-ка, что там? Тепло еще, ладно, нормально. Так, лопаты какие-то. Подожди. Я понимаю, нам туда... Ну, подожди, не мерзни. Сейчас все выйдет. А, это неоткрывабельно, вообще. Ну... О, Господи. Кошмар какой. Пока что, что я могу сказать насчет всего этого? Мне точно не нравится ходить на улице. Совершенно точно. Я буду обороняться лопаткой. Без понятия, где открылось. Что, заработало? Мне вот не нравится, что там один огонек красненький. Это уже как бы намекает. Сейчас опять что-то чинить, искать. Хотя это стандартная тема. О, игра давай-то не зависла. Кто знает, как она работает, потому что... Без понятия. Мод работает, ну, как бы, сам по себе, без игры. Ну, что-то мне подсказывает, что что-то все-таки... Либо уровень прям гигантский какой-то. А, нет, смотри, нормально. Ой. Что-то и в пейсинг проседает. Что это? Правила для прибывших на станцию. Ваше нахождение здесь подразумевает, что вы прошли санобработку. Запрещено проносить багаж... Проносить багаж на станцию... В багаже на... Ну, ладно, пробел, хорошо. В багаже на станцию огнестрельное оружие. Да, вот прям всю жизнь мечтала. А также холодное оружие, помимо ножей, с лезвием не длиннее 15 сантиметров. А, то есть 15 сантиметров, 14 сантиметров, нормально, да? Не убьешь вообще никого, ни разу. Кирок и ледовых кошек, без описи, ответственным за безопасность. Вы получите необходимый... А, ну, нож, это как бы нормально. Вы получите необходимое оборудование после предъявления документов и описи багажа. Вы обязаны соблюдать на станции морально-этические правила. Правила гигиены, правила общения с научным оборудованием. В противном случае следует увольнение и вызов со станции. Мне это вот прям так надо, да? Греюсь. Греюсь. Я не замерз. Хорошо. Что-то как-то... Это вот, знаете, все-таки сказывается то, что... Мода. Оптимизейшн. Ну, в принципе, не так плохо. Начальник станции. Подожди, начальник. А, вот и красненькая кнопушка. Привет. Шо это, мать его, было? Я чуть не всрала. О, господи. Это было ужасно. О, боже, привет. Так, ой-ой-ой, чё, кого-то собирать... Ой, не надо. Анализ состава костей. А, видимо, это фигня для анализа, может быть. Я провела анализ костей, что мы нашли в пещере на алтаре. О, боже, это будет сенсацией. Я молчу о том, что эти кости старше всех, что мы раньше находили. Но главное, что в их составе мы нашли бактерии, которые никогда еще не встречали. И они живые. Что это за бактерии? Как они себя поведут? Какими свойствами обладают? Все это еще предстоит выяснить. Так, ну-ка, слушай анализ костей. Пойдем со мной, бактерия. Че там? А зачем мы это берем? Я нашел в лаборатории кости. Те самые, которые мы раскопали в пещерах внизу. Не знаю, как они мне пригодятся, но пусть поводят у меня. Странная у тебя логика, чел. Вообще, абсолютно. Тек, ну че? Да спасибо, мы в курсе. Мы же не дебилы. Я сейчас вот... Я запихну кости вот туда, вы не подумайте, что я проигнорирую это. И че? Шо это было такое? Так, подожди, это все запихну... А че я взяла бумажку какую-то? Где она? Ладно, не важно. Почему ты не горишь? Что с тобой не так? А цветы очки взять можно? Трава, аризентелл. О боже. Давайте только без химических загадок. Ладно, в этой игре не хочу-ха. Смешно получилось. Эх. Так, ладненько. Нифига ты неубиваемая. Ну-ка, не фига. Я чертов баскетбол... О! Царская водка. Ладно. Это уже не смешно, если честно. Вот эта отсылка, это уже как-то... По второму кругу это уже как-то неинтересно. Если кто-то не в курсе... Ничего не получится, нужны катализаторы. Я смогу найти их на химскладе внизу. Хорошо. Не хочу вниз че-то. Зайдите наверх лучше сперва. В общем, это было в Пенумбре Некролог. Мы там поржали с этого. Ой, что-то мне не нравится этот длинный темный коридор. Ой, светло, хорошо. Ух ты, нифига себе. Ой, здравствуйте. Мастер-ключ. Ой, хорошо как. А, чертовы магнитные бури. Из-за них большую часть времени не работает вся связь. Лишь моментами можно достучаться до внешнего мира. Смешно. Нам приходится пользоваться старыми методами, записками, места рации, потому что сейчас во всех частотах сплошная статика. Наверное, ночью можно было бы увидеть красивейшее полярное сияние. Но полярный день и не думать заканчиваться. Это, блин, такой полярный день. Это прям, я не знаю. Кто-нибудь, помогите. Сигнала нет, что это станция защищена. Конечно. Какая-то, знаете, комната... Раз-два, раз-два. Кровать-то это как-то некое место, мне кажется. Слишком какая-то прям вычурная. Вообще какая-то странненькая комната. Мне как-то она не вписывается, мне кажется, в эту станцию. Так, Василий Антонов, начальник станции, 55-й год, Севастополь. Алиса Свенсон. Мне кажется, это пасхалочка, да, ну, как бы, отсылка. Потому что Свенсон была, помните? Вот и в Пенумбре. Старший геолог, 72-й год, Портланд. Вот этот хрен, вот этот вот, Эйекалдук-Арингак, историк-консультант, Йентамы, Нарсак. Ну, точно, инуит какой-то. Джек Харпер, старший этолог, 67-й год, Денвер. Зашибись, это наша команда, да? Сколько людей улетело, мне интересно, из них. Я не удивлюсь, если Свенсон, где-нибудь... Свенсон, простите. Где-нибудь здесь будет зашиваться, на этой станции. Мы будем с ней периодически контактировать. Если это будет так, я буду немножечко разочарована. Поэтому я очень надеюсь, что они не стали такого делать. Как бы пасхалки пасхалками. Но мир тоже надо знать, мне кажется. Я вот дотронулась, и сразу там пошел странненько. Давайте только на меня, а не это. Шум очень хорошо слышно. Это как-то что-то значит? Ой-ой-ой. Это что-то значит? Это нам зачем-то пригодится или нет? Почему я не могу этот... Ой, какая прелесть. Красные... Вот эти красные огоньки, они меня пугают, если честно. А это вот тот выход, ну, двойной, помните, в который я первый раз сунулась. Чтоб посмотр... Твою мать! Он споткнулся в бутылку, я чуть не родила, блин. Идиот! Кривоногий! Мне еще так в левое ухо этот стеклянный звук дал, я прям... Да что такое? Че все красненькое? Фонарик дайте. Ой. Че, не открывается? Да ладно. Вроде ничего не усвидеть, он как бы дергается, но... Не открывается. Ничего тут нет. Что тут? Ну так от... А... Подожди, черный ход. Отсюда туда или оттуда сюда? Какой-то странный... Если оттуда сюда, то какой-то странный черный ход. Черный ход куда? Так, подождите. Подождите, я не хочу уйти туда, в красную дверь. Можно я тут сперва по вошку? Может, че подберу? Лазарет от... О, отлично, таблетки же нам нужны. Ой, какой-то большой страшный лазарет. Не надо было сюда идти, не надо было. Я уже вижу эту пути к отступлению. Я же лечу. Ой-ой-ой, это что за нафиг? Коврик такой вообще втемный. Это что за Silent Hill? Ой. Нет, показалось. Я думала, это обезболка. Но это всего лишь... Агазированный напиток. Кройщик, говорю. Так, ладно. Ну здесь-то наверняка что-нибудь, да? У-у-у! Используйте настойку опиума, чтобы поправить здоровье, чтобы выпить настойку дважды счет. Да, спасибо, мы в курсе. Ой, господи. О, еще шприцы какие-то. Шприц. Новокаин. Галоперидол. Юмор от Севен. Какие-то ссаны и матрасы. Телевизор явно не работает. И он нам нафиг не нужен. Мне кажется, птичку вот так сразу жрать как-то не очень. Подожди, мне там подсказку пихали, ну что-то. А, во. Может даже... Хорошо. Нога не сломана, радует. Ну-ка. Где-то так бегаешь. Ну ладно, видимо, тебе еще плохо спишем на это. Только трупов не надо здесь. Ой, туалет. Но все равно трупов не надо, ладно. Туалеты, блин. Ай, не хочу тут находиться. Какая-то... Стремная комната, какая-то маленькая и жуткая. Ну просто... Кошмар клоустрофоба. Ну ее нафиг. Опа. Ладно. О боже, мы сейчас будем возвращаться и опять эта локация будет долго грузиться. Я все, я... У меня уже мозг, знаете, психика нарушена. Я когда вижу вентиляционные вот эти решетки, я все. Последняя стадия, точнее, следующая уже стадия, она же и последняя, это начнется и будет, в общем-то, когда я начну в реальной жизни в магазинах каких-нибудь смотреть на вентиляционные эти и подходить и присаживаться около них. Это все, это уже клиника. Будем надеяться, что игры меня до такого не доведут. Хотя, я начинаю в последнее время в этом сомневаться. Ну да ладно. Ну че, локация, давай. Я понимаю, что ты очень большая, текстур в тебе много. Ну вот, видишь, можешь ведь. Как ты хочешь? Так, дверь, красная дверь. Вот, кстати, еще дверь. А, ну да, это же та же самая. Так, здесь точно-точно ничего нет. Там заперто, черный ход. Здесь точно-точно... Вот, блин, он опять обо что-то... Только на этот раз звука не было. Ух ты. Ну-ка, что это? По-моему, я могу как-то туда забраться, интересно? Ну, так вот, чисто сейчас. Давайте попробуем. Мне просто интересно. Оп, стоп-стоп-стоп. Не подожди. Если сейчас не получится, на бочку попробуем поставить. Я не думаю, конечно, что это... А, можно сделать. То есть, забраться туда, ну, вдруг... Нет. Вот этот звук прикольный. Слушайте, а что я парюсь? Где же бочка есть? Ну-ка. А, о, какая прелесть. Видимо, разрабы не ожидали, что я вообще решу посмотреть, что там наверху. Ну ладно, значит, нам точно туда не надо будет вообще никогда. Слишком много доверей. Кухонка. Что-то убитая какая-то. Я надеюсь, это без голов. Без голов. Ничего нет. Какая-то станция выглядит заброшенной. Хотя, по идее, они здесь жили, эти ученые. Что-то так засраны-то все. Перевод слова инуктитут с языка инуитов просто означает народ. Жизнь инуитов была тесно связана с морем. Они традиционно охотились на различных морских млекопитающих, таких как киты, тюлени и моржи. Их жизнь сильно изменилась во время Первой мировой войны и во время Холодной войны. Арктический регион стал важным в стратегическом отношении. Со строительством аэродромов и мест для размещения радаров коренное население почувствовало на себе воздействие инородной культуры. Оно проявилось, в частности, в том, как их стали принимать на работу за зарплату. На сегодняшний день почти все инуиты живут в поселениях, многие из которых в прошлом были базами военного или послевоенного времени, центрами торговли, пушниной или местами, где прежде располагались миссии. Многие инуиты до сих пор любят охотиться, заниматься китобойным или рыболовным промыслом. Благодаря спутникам, телевидению, телефону и другим формам телекоммуникаций, они имеют доступ ко всем благам цивилизации, хотя и живут за тысячи километров от крупных коммерческих центров. Из больших городов можно попасть в отдаленные поселения. На самолете существуют регулярные рельсы. Образ жизни народов Арктики довольно экзотичен для туристов. Это серьезная смесь старинных традиций с современными веяниями. У кого-то проблемы с правописанием, ну ладно. Я, конечно, не граммар нации, но, конечно, совсем элементарные ошибки иногда печалька. Это бухло. Кто-то тут очень хорошо отдыхал, я смотрю. Забавно, конечно, выглядят вот эти ящики из пенумбры. А с окружением амнезии частичным. То есть чуть-чуть пенумбры, чуть-чуть амнезия. Ну, то есть чувствуется, что сильно вдохновлялись всем этим. Ну, и некоторыми другими играми, которые мы с вами, в общем-то, уже зачитали. Ну, и фильмом опять. Опа, заперту. Я надеюсь, так и останется. Вот так вот и стой. Я хочу очень фонарик. Почему он включённый, я не могу использовать. Нафига он тогда нужен? Солыш, ты мне мешаешь. Чё за бумажка? Не могу уснуть. Здесь всегда день. Солнце в это время года просто не заходит. Здесь иногда... Здесь всегда светло 24 часа в сутки. Который раз на станции и всё удивляюсь. Честно говоря, это меня утомляет. Даже запершись в комнате без окон, будто кожу ощущаю, что снаружи светло. У меня развивается бессонница. Надеюсь, Василий не заметит, что я порой выгляжу... Нездоровой. А, это эта девочка с Венсон. Не хочу, чтобы меня отстранили от исследований. Кстати, единственная... Единственная... Женщина. Среди мужиков. Опа. Чё это? Коробочка. Ну, это жутко сейчас было. Ничего? Да ладно. Я, честно говоря, ожидала, что в этом ящике... В каком-нибудь из этих ящиков... Будет... Что-нибудь. Потому что там инструмент какой-нибудь, какой-нибудь молоточек. Больше всего молоток ожидала. Ну, нифига. Пока что непонятно, как бы... Да, блин. Ой, как-то они лагают, эти ящики. Короче, не закрываются все. Пипец, приплыли. Сука. Нет, всё. Короче, я помню, что нам нужны химикаты, как минимум. В лаборатории. Но... Пока что я ничего не вижу. Клавиатура. Катающийся со звуком доски. Мастер-ключ, давай открой. Ну так... У меня... А, ну да. Ты же должен... Блин, обосраться звук, конечно. Это же родить можно от него. Я хочу очень-очень-очень хочу фонарик. Да ты что ты говоришь-то? С таким... Так, подожди. Это всё понятно. Вход на исследовательские уровни. Отпирается карточкой доступа и мастер-ключом. Мастер-ключ должен... Да это мы поняли. А, карточка доступа. Это наша. Я должен послать СОС на большую землю. Ну, ради... Так, понятно. Нужно... Слишком темно. Присели, пошли. А, чё со звуком-то? Чё так шутко? Оооо, нифига. Здесь чё-нибудь в углу будет? Не хочу чё... Я буду оттягивать до последнего момента. Вот продвижение вот туда. Чё-то нехорошо как-то это. Технический тоннель. Он ведёт в область раскопок. Я, по-моему, рановато туда иду, нет? Мне нужны химикаты, там... У меня там радио. Нет? Может, я чё не увидела? Я же такая, я могу. Легко вообще. Ой, мне не нравится тут. Давайте пошустрее. Неприятненький тоннельчик. Такое ощущение, что за нами кто-то влюбил. Я, кстати, не удивлюсь, если здесь будет такая же фигня, как была в Пенумбре. Когда там съедет газ, помните? Ну, вы поняли. Я очень надеюсь, что там такого не... Ой, здесь такого не будет. Потому что это будет... Ну, как ты слишь. Ой, не гасни только ломочка. Свобода, выбираемся. Ой, господи, здесь ещё и вода. Подонки, бросили меня. Я как-то вообще далеко, по-моему, пошла куда-то. Хотя, с другой стороны, может быть, так и надо. Мы попадём в ту зону, там, где, вот помните, чёрный ход. И вернёмся в ту зону, через ту дверь. А потом та дверь, которая была заперта, сломается чем-нибудь. Или... Ну, не кем-нибудь, скорее всего, чем-нибудь. Не дай бог. Так, хорошо. Ну, я надеюсь, как бы, разработчики учли, и что мы могли сюда прийти, не найдя там что-то. Ну, то есть, сократят нам путь как-нибудь. Потому что через... Каждый раз через этот тоннель идти, это как-то... Не очень. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Нет-нет, подожди. Так что... Поставки. Поставки осуществляются регулярно на вертолёте. Недостатков в продовольствии нет. Но меня раздражает, что Василий запретил личную перепёску с родными на Большой Земле, пока идут раскопки. А ещё раздражает этот парень, Ген. Ну, то есть, мы. После случая с костями, нужно за ним приглядывать. Уж больно он нервный. Вчера, когда мы сидели в столовой, как-то нехорошо он на меня посмотрел. Интересненько. Что ж мы такого натворили? Что аж нас даже тут бросили. Может, мы сожрали? Может, мы каннибалы? Мы их сожрали. Отдай мои кости ко мне, не знаю. Я сейчас, конечно, шуткую, но мне, на самом деле, просто здесь что-то как-то очень некомфортно. Что это сейчас такое было? Кто прогрузился только что? Мне просто что-то некомфортно. Тут я отвыкла от пенумбры опять уже, от амнезии. И, как бы, знаете, вот, вроде, когда заканчиваешь какую-то амнезию, там, да, или пенумбру, ты, как бы, всё расслабляешь, типа, господи, наконец-то этот кошмар закончился. Ну, мол, всё, слава богу. Отмучилась. А потом выходит какой-нибудь вот такой мод, и ты опять начинаешь понимать, что ты в жопе, тебе никто не поможет. Блин, я даже не знаю, куда пойти. Фонарика не хватает дичайшего. Ну, или палочки какой-нибудь вот этой. Как они там называются? Кто подгружается? Блин, что это за завал? Тут что-нибудь есть? Что ж ты натворил-то, мужик? А почему он нам не рассказывает, что он натворил? Мне кажется, так было бы жить намного-намного проще. И если он помнит, что он натворил, соответственно, он должен помнить, как тут ходить, куда, чего. То есть, я понимаю, если бы у нас была амнезия, да, мы бы не знали. Забыли бы вот, как тут все, что это было сейчас только что. Как тут все расположено. Вот мне вот тут вот эта штука. Что-то мы куда-то идем, я вообще уже заблудилась. Сейчас черный ход не будет? Нет, вряд ли. Не думаю, картинка та же самая. Ну, не та же самая. Ну, короче. Блин, куда мы идем? Нам нужны эти самые химикаты и радио, почему-нибудь там на крышу. Что это за хи-хрень? Я сейчас опять чуть не... Ой, не хочу. Это ты, придурок, так шаркаешь? Твою мать, чувак, что ты пугаешь меня? Да кто это? Что это? Это не я, это точно не я. Ой, мне что-то мешает тут вот прям... Смотрите, я не могу тут пройти. Что-то как будто бы сзади меня стоит. Невидимая. Точно! Вот тут ходит невидимая тварина какая-то. Я в нее даже упираюсь. Чувак, спокойно. Что с твоими мозгами? Меня сейчас так в жар кинуло. Ой, 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 ой. Иди ты в задницу, мне это моя хрень. Невидимая какая-то война ходит. Я в нее аж уперлась. Иди в жопу, не хочу. Иди в сад, а закройся. О-о-о! Дверь закрыта. Пошла вон, закрыта, заперта, занята. Иди ты знаешь куда. Ну тебя в сад вообще. Если сейчас дверь откроется, все. Я выключаю нахрен этот мод. Серьезно, я уперлась в какую-то... Не смотрите. Что? На кого? На врагов? А кто там, блин? Твою мать! Шо это было? А, Костя, они обжигают. Выкини ее! Шо это мать твою было? Что за дьявольские шутки? Клянусь, я что-то видел. А потом Костя начали обжигать. Меня надо их уничтожить. В лаборатории наверху я видел печь. Иди ты в сад, печь! Мне вот, кстати, интересно. Вот то, что вот там вот невидимое ходит. Это бак? Это мне сейчас типа очень... Ой, мне очень плохо. У порога. Ой, сожри, пожалуйста. Мне вот просто интересно. Вот там вот невидимая хрень, которая... Ну, которую мы все слышим, да? И в которую я аж даже уперлась. Это бак? То есть там, по идее, должен был ходить монстр какой-то? Ну, может быть, не прямо сейчас, да? А как-то в другом? Так, ты это брать будешь? Обратно. Ну, логично. Не оставлять же тут, правильно? Потом бежать сюда через 3-9 дней? Я что, долбанутая, что ли? Мне интересно, здесь фонарик-то все-таки предвидится или как бы не очень? Потому что в темноте мы тут тоже сходим с ума, как, в общем-то, я видела в подсказке. Ой, что-то так спокойно... Он еще дышит так... Ой, здесь еще двери есть, господи. Нифига не видно в темноте. О-ка, я не просрала, у меня здесь ничего. Здесь нету. О, дверь. Блин, ну вот как так жить? Так, давайте с самого начала тогда. Потому что здесь так темно, я ничего не вижу. Двери сливаются со стенками. Вот я вот это только вот так вот сделаю, ага. Так, сейчас. Не надо сходить с ума, чувак, пожалуйста. Что-то ты как-то медленно все это открываешь. У-у-у, здравствуй. Я что-то аж охрипла от страха. Ничего не хочу говорить вообще. Что такое? Что ты меня пугаешь? Что-то я такая ссыкунья стала в последнее время. Я не знаю, что со мной случилось. Не знаю, может я отвыкла от хорроров. Я уже жалею. Честно говоря, что я начала это. Спокойно! Не надо! Не нервируй меня! Он так дышит невнезапно. Я хочу сделать потише. Мы стопудово с вами сделаем потише. Может быть. Либо я себе... Вот тут... Можно не пойду? О, не открывается. Замечательно. Вообще, вообще не открывается. Ой, не дай бог сейчас побежит за мной. Я вообще... Ты дебил, что ты дышишь-то так! Вот так вот давай, ага. И вот, ну подвинь. Подвинь хреновину. Нет. Да. Все. Никто не пройдет. You shall not pass! Все. Заклинаю. У-ху-ху. Ой, я надеюсь, я здесь ничего не пропустила. Что, мы сюда ходили? Я так и не поняла, если честно. Спокойно. Что ж ты так на каждую-то тень реагируешь? На каждую? Я же боюсь и так, а ты сейчас... Со своими этими... Ой, боже, как светло. Так, я так понимаю, вот это черный ход? Показалось. Так, темно нифига не видно. О, твою мать. Беги, чувак. Залюбей на все. Что это было вообще? Он сразу запалил. Просто сразу. Где я? Я уже заблудилась, блин. А если я пойду назад, он там будет, да? Я не хочу назад. Какого хрена вообще? Я не успеваю даже эти подсказки читать, потому что, вот честно, у меня... Интересно, здесь эти доски лежат для решения какой-то физической очередной загадки или так? Просто. Ой, не хочу вообще в это играть. Что-то как-то за эту серию. Может ограничимся первым взглядом? Что-то я как-то поймала себе на мысле, что я не хочу отыграть. Давайте рискнем. Ну, хоть посмотрим на монстра, если че. Интересно, как тут с автосохранениями? Не грузись никогда, зависи и все. Не надо. О, посмотри, нету. Темно, как... Сами знаете, где? Господи, сейчас у соседей че-то наверху упало, твердое, на пол. И я вот, знаете, я вот так вот подскочила с тигонца. Че-то как-то все, я старею. Нервы не к черту. Я не выйду туда. Мы еще бегаем так медленно. Блин, не открывается. А там что-нибудь есть? Там вроде еще с той стороны... Твою мать, ты че... Блин, ублюдок хоренов. Я буду ругаться в этом прохождении, ребят. Если че. Твою мать, может быть. Да ты, 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 Д pounds. Блюдина какая. Что он делает со мной? Мне кажется, этого чувака нам специально воткнули, да? И мы уже дверь с вами видели, вот эту, в которую можно телепортироваться. Мне кажется, это просто специально сделали. Ну, мы сразу увидели дверь, в какую бы сторону мы ни пошли. То есть мы видели уже дверь, мы уже знали, что можно спастись там. С логика тех, кто играет в амнезию или пеномбро. Да твою мать, слушай. Он меня пугает больше, чем скримеры, честное слово. Я каждый раз дергаюсь. Вроде уже и привыкнуть бы. Так, давай еще раз в ту сторону. Убедимся, что тут ничего вообще нигде. Ну, а тут и ничего. Здесь только закрытая дверь. И все. Ты точно не откроешься? Мне кажется, очень... Да и твою мать. Очень не хватает фонарика. И карты. Вот прям пипец. Карты. Кто кидается? Кто шлепает ногами? Что это было? Я думаю, вот так скоро, наверное... Наверное. Нас не будут вот прям действительно лоб... в лоб сталкиваться с врагами. То есть пока что это, понимаю, это просто приходом. Один раз видели где-то вдалеке, потом кости обжигают, кости обжигают. А потом мы как бы видели, он как бы на нас побежал. Я немножечко обкакалась. Но он исчез. Там была загрузочная дверь. Это просто пугалка. Мне сейчас показалось, да? А, это вот эта штука была. То есть вот здесь вот... Ой-ой-ой. Так светло, что просто вообще... Так светло, что ничего не видно, блин. Так, здесь есть что-нибудь интересное? Мне нужны химикаты. Мне нужны химикаты и... И что мне еще? Давайте посмотрим, что. Может, еще что надо? Да блин, хватит мне на первую страницу. Нужно проверить Артену на крыше. Я даже не знаю, где здесь подъем. Мы пока что только вниз, по-моему, спускались куда-то. А, теплая одежда, долго не пройти. Ну... Вон, а что он там нам писал-то? Подожди, а может, заметка хочу? Понятно. А, это что это? А, это вот та вот непонятная. Записка. Это здесь просто текст забыли? Я надеюсь, там ничего важного не было. Если там действительно забыли текст. То есть какой-нибудь там... Сходи туда, и там... Химикаты лежат там-то, за четвертым ящиком в третьем ряду. В десятой комнате. В пятом подземелье, я не знаю. Надеюсь, ничего такого. О, блин. О, блин. О, блин. Главное, чтобы ты вот не взорвалась, а до остального все не важно. Такой звук, как будто бы кирпич толкнуло. Ой, что это там такое? А, это вот это было бы, сути. Тут нет? Шваберь. Ну, вроде тут нету, да, предохранителей. Это было бы слишком, по-моему, просто. Много кто знает. Может, их наоборот выдернуть надо? Хотя вряд ли. Вот эта хрень должна заработать. Может быть, здесь станет светлее. А может быть, нет. Мне вот интересно узнать, что тут с сохранениями все-таки. Я пока не находила автосохранения вообще, в принципе. Так, мы тут были. Тут еще дверь такая паленая. Ты куда меня ведешь? Нет, подожди. У-у-у-у, какая прелесть. Опа, и закрылась. Подозрительно. Так, телевайзер. Так, ну. Откройся, откройся, заклинаю. А там, а ничего нет. Я сейчас испугалась, а однако. Так, вроде тут ничего. Спокойно. Ты кто? Много комнат с непонятным назначением. А это пока что немножечко смущает. И так тут как-то не очень, знаете, ориентироваться. Здесь много как-то всего. Слишком много комнат. Карты нуль. Где предохранитель наизвестно. Ой, господи, прям по лбу. Да чтоб тебе! Слишком маленькая комната. Точно? Точно ничего нет. Я не хочу. Ну, сейчас там что-нибудь опит случится. Где предохранитель? Дайте предохранитель. Я включу свет и поеду домой. Закончу эту первую серию и... Все. Я больше никогда не включу обратно эту игру. Ну, я ее навек. Не надо так со мной. Ну, слушайте. Здесь, я думаю, мы все-таки ничего не найдем. Потому что даже не подсвечивается темно. В темноте такие предметы вроде всяких предохранителей видно все-таки как-то получше. Либо я очень-очень ступаю. Ну, мне кажется, было бы странно класть предохранителя вот так вот в коридор. Это либо в комнате где-то должно быть. Либо вот было где-то и мы пропустили. Либо вот здесь вот мы сейчас найдем. Давайте сейчас по-быренькому посмотрим. Вдруг я действительно что-то просто проморгал его. Очень по-быренькому. Так, хоп-хоп. Ничего, никого. Не отодвигается. Вообще-вообще ничего. Точно-точно. Так, предохранитель. 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 Хорошо. Так, опционально предохранитель прямо и направо. Хорошо. Ты издеваешься, что ли? Да я нашла его, но... Это мне сейчас что, возвращаться, что ли? Нашла. Вот он. Включай. Пускай. Два больше, чем один. Поэтому... Большинство решает. Слушайте, ну как-то... Ну как-то, блин, я не знаю даже. Мы что-то вроде все облазили тоже. Или нужно было сперва откнуться в дверь. Что же я здесь натворила? Короче, диверсант, понятно. Диверсант номер два. О! Я только сейчас заметила эти ступни. Ну, то есть я еще... Блин, ну вроде нет ничего, да? Не предохранитель. Это я что, где-то пропустила его, что ли? Там сзади? Да ладно. Или просто он здесь очень хорошо где-то заныкан, я его не вижу. Но вроде даже не светится ничего. Они же не думают, что я буду отодвигать вот эти ящики. Они не двигаются даже. А даже если бы двигались, это как-то слишком. Ну что, здесь все ящики, что ли, двигать? Чувак, ну давай, куда ты запихнул предохранитель? Что с тобой не так? Почему ты все забыл? Ты помнишь, что ты что-то натворила, но не помнишь, что именно. И не помнишь, куда ты запихнул предохранитель. А, подожди. Может, у нас есть? Нет, это царская водка. Зачем она? А может, она сойдет как эта самая? Нет, вряд ли. Ой, нам холодно. А, нет. Нет, подожди, нам холодно. Блин, что-то я как-то не обратила внимания, что мы мерзнем. Я думала, в помещении такого не будет. Блин, а где холодильник, господи, обогреватель-то? Почему они вот тут есть, но об них погреться нельзя? Ты не работаешь. Тоже. Так, у нас там в той стороне был обогреватель? Заодно посмотрим, может, здесь где-нибудь все-таки завалялся этот дурной. Блин, слушайте, ну как-то... Это сейчас реально, что ли, по этому длинному коридору назад, что ли, пришарить? Я там где-то что-то просто не увидела? Да ладно. Ну как-то, мне кажется, это слишком далекая тогда зона для хранения. Ну вот, как бы, да, идеальное место, чтобы предохранитель где-нибудь тут найти, потому что, как бы, склад... Но нету же? Нету же? О, эти прекрасные... Спокойные, старые, добрые... Бродилки. А, опять. Ах, слишком маленькая комната. Ну, вроде, нету ничего. Тут нету. Да и пихать сюда, блин. Ну просто, блин, серьезно. Что-то слишком много, блин. Слова-паразиты. Блин. Слишком много комнат... С ничем. То есть, вообще... Ну, комната, ок, и чё. Как-то немного напрягает. Дипа, в них что-то спрятано настолько хорошо. Вот не надо так. Стол не двигается. Я там мерзну, не? Ему тепло, короче. А то, что у него шкала уже... Это, как бы, не в счет. Может, тут где-нибудь... Ой, привет. Погрейся вот об эту штуку. Там пар же, значит, тепло должно быть. Это же не холодный. Или это снаружи вентиляция? Непонятно. Вот эту хренью... Вот, вроде, можно подвинуть ящик, да? Но, как бы, нельзя. Слушайте, ну, блин, пойдемте обратно. Чё делать-то? Потому что... Здесь ничего нет. По крайней мере, я не вижу. Ну, хотя это, конечно, не показатель. Если я не вижу, значит, и есть ничего нет. Но я не вижу, серьезно. Сейчас пройдем назад. Может, что найдем? Не знаю, вернемся вообще тогда в самое... Это, конечно, бред, по-моему. Ну, не знаю, может, я там где-то что-то должно было найти. Может, я какую-нибудь одну маленькую дверцу не увидела в этом коридоре, в темном. Видно? Очень, очень темно. Фонарика нет, все плохо. Фонарика же нет? Нет, только кости воды. Карточки всякие. Так, давайте очень внимательно. Надо еще, кстати, очень жизненно важно просто запоминать, где находятся радиаторы, чтобы если чё греться. Потому что иначе, конечно, вот так вот забудешь, и все, и будешь потом бегать. Ой, твою мать, что ты пугаешь-то меня опять? Блин, вот мне кажется, вот там что-то есть. Вот там ящички какие-то, а где вход туда? Не стили так мужик. А, вот где мы тут были? Это же этот самый. Мы сюда вышли. И обосрались здесь же. Да здесь, да здесь, да здесь! Может тут где-нибудь дверь есть, а я её не вижу? Да нету. Да блин, тут нифига нету. Так, ладно, слушайте, я начинаю терять вообще нить повествования. Да чтоб тебя... Нить повествования. Дверь точно никак не отопрётся? Может если там на неё поднажать? Потому что фактически это единственная дверь, которая тут есть. Откройся, откройся. Ой-ой, тихо, что это потемнело-то так? Ой господи, тебе холодно. Совсем холодно, да? А если ты побегаешь, тебе станет тепление? Где эта тепловая фиговина была там? Твою мать, блин, я каждый раз от его вот этого... Мне прям вообще дурно становится. Он это так громко делает? Так, давай, сейчас не будет неплохо, ничего. И здесь не открывается, блин. Чё делать-то? Найди обогреватель, иди погрейся, не знаю. Единственное, я заглохну сразу? Если у меня закончится вот это... Твою мать! Замёрз, короче. Всё, конец, мы прошли игру. Замечательно. Отличный сюжет. Прекрасная графика. Замечательная музыка. Мы закончили. А, в общем, честно говоря... Чё-то как-то... Непонятно. Я не знаю. Ну, давай продолжим, да. Ща посмотрим, где мы хоть. Я, наверное, единственная, кто здесь просрал. Ну, я думаю, что я как-то... А так хорошо начинали, да? О, господи, здесь? Серьёзно? Серьёзно? Вот здесь, в самом, мать его, начале. Вот просто в самом начале. Ни автосохранений, ничего. Я в шоке вообще. Короче, ребятки, перепрошла я вот прям всё. Прям всё перепрошла. Вот здесь у нас первое видео вышло на час, то я здесь копошилась, наверное, ещё часа полтора. Никак не могла найти предохранитель. Единственное, что я выяснила, что сохранения всё-таки работают. Вот эту дверь, оказывается, нужно было открыть ключ картой. Честно, не догадалась абсолютно. И, в общем-то, предохранителя второго тут нет. Я настолько распсиховалась, честно говоря, по этому поводу, что я просто пошла на ютуб и подглядела. Серьёзно. Потому что сил моих уже не было вообще никак. Просто очень-очень выбесила мне что-то эта игра. Вот. Надо вытащить, короче... Предохранитель первый. Из первого генератора. Кто бы мог подумать, да? И, в общем-то, воткнуть его во второй. И вот этот вот чёрный ход нам нужно было открыть, чтобы мы могли, в общем-то, попасть внутрь. Потому что если мы выдернем вот этот предохранитель, в общем-то, вот эта дверь, она не откроется. Как нам известно. И, кстати, я тут пока второй раз проходила. Вот там вот подобрала записку. Кстати, я вам её сейчас даже дам почитать. Не то. Не то, я сказала. Вот. Мы покидаем станцию. Когда этот псих, то есть мы... Начал крушить всё вокруг. Я не заподозрила ничего подобного. Посчитал, что это результат долгого пребывания в замкнутом пространстве. Но такое. Если кто-то попадёт сюда, ни в коем случае не заходите внутрь. Заклинаю вас. Мы улетаем. Тела в пещере. Чё вообще происходит? Вот пока что насчёт сюжета. Единственное, что я могу сказать. Мне кажется, зря они вот такие вот записки. То есть разработчики. Кстати, самое интересное. Я прихожу сюда второй раз. То есть, когда здесь... Ну, как сказать. Когда до меня не дошло включить вот ключ-карту там на чёрном ходе. Я пришла сюда. Ну, уже знаю, что здесь нужно получить этот самый предохранитель. Я пришла сюда. Хотела его взять. Смотрю, его нету. Думаю, чё? То есть, дверь как бы открывается. Всё как бы идея работает. Но предохранителя нету. Он просто не отображался. То есть, какой-то такой глюк случился. В общем, чё я говорила. Мне кажется, зря они сделали вот такое вот открытие. То, что мы тут что-то сделали. Мне кажется, это стоило немножечко по-другому подать. То есть, понятно, как бы. Может быть, хотели так интригу напустить. Но, мне кажется, стоило не таким способом. Здесь, кстати, где-то на крышу. Да, вот ход. Не знаю, сработает ли тут скрипт третий раз. Потому что... А, заставка тут работает. Почему-то как только я к ней поднимаюсь. Хотя, по идее, она уже работала. Ну, сейчас заодно покажу вам. В общем, там, видимо, онтайна наверху. Да. Работает. Ну, вот видите, появилась из ниоткуда и взорвалась. Ничего такого тут не было. Здесь вот эта штучка. Вот эта вот. Вот, 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 вот. Вот эта вот штучка. Почему она не поднимается? Короче, всё. Нет, вот. Короче, она вот здесь была и выплюнулась сюда. И, в общем-то, из вещей не было то же самое. Почему каждый раз срабатывает скрипт, заставки, я не понимаю. Но, ладно. В общем... То есть, как бы, всё... Понятно, что у нашего чела амнезия. То есть, может быть, мы её заработали как раз тогда, когда на нас камень обвалился. Но, с другой стороны, наш чувак помнит, как тут чё есть, где чё, какие химикаты. Помните, он говорит, в лаборатории. Значит, он помнит. Но при этом, с учётом того, что он это помнит, он, по идее, и помнит, то есть, должен помнить, что он натворил. И, как бы, вот это вот извещение, то, что мы тут чё-то поломали зачем-то, и нам не говорят, что именно, хотя, по идее, мы должны это знать, как главный герой, у которого, вроде как, проблем с памятью пока что нет, раз он всё остальное помнит. С другой стороны, может быть, это такая, знаете, локальная амнезия, может быть, что-то такое. Но нам ничего этого не сказали, как бы, какая у нас амнезия. И поэтому вот такой подход к подаче информации выглядит немножечко, на мой взгляд, неправильно. Могу ошибаться, конечно, каждому своё, но... Ну, не знаю, это как-то немножечко странно выглядит. Это, короче, помните, кто смотрел или играл в Dreamfall, это когда персонажи, как бы, между собой говорят о чём-то, упоминают какие-то названия, причём они, при этом они, как бы, знают, что эти названия... А чё тут так темно-то? При этом они знают, что эти названия обозначают, а мы нифига не знаем. И вот, как бы, такой вот неприятный впечатлений. Ах, как тут темно-то, господи. Лазарет. Слушайте, а нашего чувака же плющат в темноте. Как же мы дойдём-то оттуда? Ой. Ой-ёй. Слышь? И вот как я должна тут видеть вообще что-нибудь? Так, это на улицу. Ой, чё-то тут так темно? Так, кто-нибудь помнит, как пройти? А, всё, вспомнила. Не, не в ту сторону просто пошла. Короче. Давай. Всё, замечательно. Короче, когда персонажи знают, о чём они говорят, как бы, для них это, как бы, норма, да? Всё ништяк. Ой, как тут светло-то. Ещё светлее, чем до этого, да? Да? Хотя нет, по-моему, так же. Хотя, мне кажется, темнее. Нет, темнее определённо. Там вот, помните, мы видели хоть какие-то отцветы, да? От лампочка. А сейчас только лампочки этого аварийного, видимо, да? Горят. В общем, по идее, наш чел должен обладать информацией, что он тут натворил, но он не обладает ей, хотя пока что амнезии за ним не наблюдается. Вот. Вот, чё я хочу сказать, короче. Это немножечко странно. Не люблю такой подход. То есть, этим грешны многие, на самом деле, разработчики. Если серьёзно. В общем, дай бог. Сейчас проверим с этим генератором чё как. Потому что игра, конечно, вызывает жуткий бадхёрд. Если серьёзно. Если откровенно. Не хочу, конечно, обидеть разработчиков, но мне бы в голову вообще никогда не пришло, что нужно пойти из первого генератора достать предохранитель. Таким дерьмом мы никогда ни в каких играх не занимались. Это как-то не слишком очевидно. Потому что если... Ну, не знаю. Если работает генератор, если ты его включил, на кой хрен из него выдержать предохранитель? Пригодится же. Чтоб здесь темно. И страшно было, чтобы наш чел сошёл с ума в темноте. В общем, серьёзно. Я бы сама никогда не догадалась взять предохранитель. Вот там. Как-то мне это видится слишком нелогичным. Так, хорошо. Главное не сойти с ума. Потому что наш чел очень любит это дело. Ой, господи. Почему тут так темно-то иногда становится? Нифига не видно вообще. Господи. Где? Кстати, интересно само то, что он сейчас с ума не сходит. Как только мы спускаемся куда-то туда вниз, его прям штырит и колбасит. Причём почему, непонятно. Господи, даже не помню, где я. В темноте ни черта не видно. Вот где-то с этой локацией нас должно уже плющить. Надеюсь, сейчас за мной никто не побежит опять. Вот меня ещё очень... Ну не то что смущает, меня прям бесит, я бы сказала. Вот этот длинный коридор. То, что нам каждый раз... приходится проходить по этому самому длинному коридору. Мне кажется, это... ...неправильное построение локаций. Но не то что неправильное, неразумное. Да уйди ты. Сейчас небось та дверь, которая была заперта, со слизью откроется, да? Ой, твою мать! Чувак! Зачем ты так? Так, ладно, я помню, здесь ничего нет. Я сейчас обосруюсь, блядь. Вот не дай бог, эта дверь сейчас начнёт ломаться. Я не знаю, закрывает или... Ну, хотя монстр, наверное, здесь застрянет. Твою мать! Он опять тут. Ой, он за мной идёт! Ха-ха-ха-ха-ха! Слышали этот звук? Так, я помню. Нет, я не помню. Нет, я помню. Вон, дверь эта двойная. Сейчас направо, короче. И ещё раз направо. И да будет свет, я очень надеюсь на это. Там, кстати, по-моему, дверь, которая до этого была заперта, она стала открываться, и для меня глючит. Я что-то так пересрала, просто он прямо сзади нас был. О-о-о-о! Кстати, очень интересно то, что вот сейчас наш... Чё подлагнуло так? Сейчас наш чел с ума не сходит. Когда я тут бегала при свете, без монстров, его колбасило так, что он просто был... О-о-о! Всё, трясогуска такая у него была, что у меня экран плыл, да у него голова окружилась, ему было плохо. Зато сейчас ему норм. Идиот! А, опять невидимая хрена-то ходит тут. Опа, смотри-ка. А, ну... Ну вот зачем это делать? Зачем делать вид, что здесь есть... это самое... Мы... Моя... Это... Как там это называется? Невидимый друг-то? Тульпа или... Или как там? Не замерз, блин он. Меня смущает то, что не было автосохранения. То есть, экранчик не... Уйди в сад. Экранчик не мигнул, ничего. А, листок из дневника, из нашего. Когда с раскопок принесли кости, в меня будто вселился дьявол. Не понимаю, откуда взялось это чувство, но у меня с этим местом какая-то связь. Всё-таки здесь похоронены мои предки. Похоронены. А, алтарь? Я в жизни ничего такого не видел. Даже шаман моего племени не рассказывал ничего подобного. Люди теперь на меня косо смотрят, не доверяют мне. Может попроситься домой, пока я ничего подобного ещё раз не выкинул? А чё он такого, блин, сделал-то? Вы хоть напишите. Не знаю, может быть наш чел осознал то, что они там какого-то дьявола великого пробуждают и это самое... И всё поломал, либо в него вселился дьявол. Эм, и чё? Ты будешь пользоваться компьютером, нет? По всей видимости, нет. Ну, заходи, заходи. Вот, зашёл, молодец. Там и оставайся. Не знаю, вот этот вот невидимый монстр, мне тоже это кажется очень странным способ напугать игрока. Мне кажется, даже это как-то глупо очень выглядит. То есть первый раз, конечно, я всрала, потому что я не поняла, где это ходит, что это такое. То есть что это за шаги. Тем более нашего чувака плющило от этого. Но сейчас это... Да и, в общем-то, с самого начала это выглядело... Мало того, что странно. Ящики, кстати, не хотят открываться. Смотрите, как их плющит. Что парни с ними происходит. Там чё-то красненькое. Смотрите, видите, чё-то... Это баг, или это так и надо? Типа, чтобы нас напугать. Да хозы вообще, если честно. Да пошли вы, блин. Ну, здесь в этих ящиках ничего важного не было, потому что иначе я отказываюсь понимать, что здесь происходит. В общем, сейчас вот этот чувак, невидимый, который ходит, выглядит просто идиотией какой-то. Короче, не знаю, но не открывается. Ой, видите, зашёл. Привет. Вот я в него уперлась. Видите, он здесь стоит. Просто, короче, сделали какого-то невидимого небеси, который ходит и типа того должен нас пугать. Но он уже не пугает, он просто бесит. И кажется... какой-то такой недоработкой, что ли. Хотя он, конечно, ей не является, но он выглядит... Да, блин, слушай, ты мне мешаешь. Ах, короче, жопа тебе. Конечно, вот этот прогон долгий, да, по вот этому коридору, ну, не по вот этому, который самый длинный, непонятно вообще зачем воткнуть сюда, с учётом того, что через него... Если бы через него один раз нужно было проходить, это было бы отлично. Но мы через него ходили уже хрен знает сколько раз, и это не круто. Такие места, они должны один раз появляться за игру. Чтоб произвести должный эффект, и всё, и чтоб про них забыли. Привет, дырочка. Нара, блин. Как глубока кроличья нара, да? Я не пойду в эту дырку. Пока. Вот лаборатория, да? Угу. Алюминий, магний. Шубись. В общем, не знаю. Я надеюсь, вот эта дверь сейчас далее не взорвётся, там, не знаю, что-нибудь с ней случится. Я просто не хочу пока идти в эту дырку и вообще выяснить. Ух ты, ёс, что это? Что это? Это склянка просто разбитая, да? Да, по всей видимости. Да кто толкается, блин? Или ты спотыкаешься? Дебил. Вот здесь вот он стоит. Вон тут что-нибудь. Стоит и мешает. Не пройти, не проехать. Так, нет, что-то как-то мы там уходим. Давайте пойдём на дырку посмотрим на эту. Ещё скрипт какой-нибудь будет. Да оно в сад. Ну ладно, ладно. Я чувствую себя какашкой. Нет, что-то куда-то вниз. Подожди, мы сейчас потом не взберёмся. Ну его нафиг. А кто его знает, было у нас тут где-нибудь автосохранение или нет? Кстати, можно будет вот в конце этого видео ради любопытства. То есть мы сейчас что-нибудь сделаем. И ради любопытства можно будет выйти и просто посмотреть, и зайти, и посмотреть, где у нас сохранение. Привет, мои хорошие. Я думаю, нам вниз и надо, в принципе, да? Надеюсь, может быть так, что мы как бы отвалимся туда вниз, если там действительно проход вниз, и пропустим здесь какую-нибудь важную фигню. Например, те же самые реагенты, химикаты. А, это просто кухня. Я думала, это какой-то ещё коридор. Ну ладно, тогда пойдёмте вниз. Я не представляю, куда нас это приведёт. Какие-нибудь шахты очередные с паучками, не дай бог. Не знаю, может быть, вот эта невидимая фигня, это какой-то монстр в какой-нибудь ранней версии данной игры, которого забыли убрать. Я не знаю, у меня нет объяснения этому, потому что если это такой ход для того, чтобы испугать игрока, мне кажется, это как-то не айс, короче. Как-то слишком не айс вообще. Опа. Ну чё уже? О, смотри-ка. Ну здравствуйте, пещера. Как я заметила, автосохранение тут происходит не, когда мы переходим в ту или иную локацию, а в каких-то строгоопределённых моментах, которые хрен поймёшь вообще, где происходит. Один-единственный раз я заметила, как экранчик так немножечко, знаете, засветился. Ну то есть при переходе на локацию. В чём я даже не поняла, как бы, почему раньше такое. Там где-то монстры, кстати, стонет. Это нас либо пугают, либо мы сейчас будем газовать. Но здесь просто коридор. Сюда пихать монстра, мне кажется, это будет глупо. Спокойно, чувак, ты чё? Шо это? Музыка, конечно, приятная. Ну то есть атмосфера, вот что есть в игре, это атмосфера. То есть жуть, вот это вот, вот это и есть в игре, это круто. Музыка тоже очень приятная, но привет вообще. Они не будут пихать монстров в коридор, конечно, нет. Параллелитик, блин, там какой-то ходит. Да не смотри ты, блин, на него. Он ещё и возвращается. А чё делать? А чё делать, как быть? Короче, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-та-та-ра-та-та-та. Пошёл к хренам собачьим. На выход! ЧУВАК! Нет. Продолжайте. Слушайте, чё-то я протупила. Сейчас посмотрим, где было сохранение. Там же выход был, правильно? Мы же там могли выйти, то есть он бы повернулся с спиной, и мы бы вышли. А, слушайте, тут. Ну хорошо. Пойдём, чувак. Там у нас бродит монстр. Мм. И вроде как нужно его обойти очень простым способом, но с первого раза у меня ничего не получилось, как всегда, потому что я нублок. Пойдёт он спиной к нам, то есть вперёд будет уходить. И мы на карачке так присядем и пройдём, кстати, где он? Так подожди, чувак, ты где? Ух ты, господи. А нам куда? Туда или сюда? Подожди. Давай посмотрим, что у нас там. Немного странно, если честно. что за звуки вообще? Ты поедешь? Чё-то я уже жалею на самом деле. Нет, здесь теплялка. Теплялка. Теплялка тут есть. А вот это куда? Ведёт. А чё там было дальше по коридору? Землетрясение. Из Столя пришли сообщения об угрозе сейсмической активности. Они говорят, что шансы, что произойдёт что-то серьёзное невелики, но следует быть осторожными. Эта летоплита считается стабильной, хотя чёрт знает, что матушке природе может вдруг прийти в голову. Нет, кровашка. Странно выглядят, честно говоря, печатные машинки на полярной станции, где есть компьютеры. То есть, такой взятый элемент декорации с первой амнезии, со второй, может быть. Ну, хотя, скорее всего, только с первой. Всё-таки это первый. Ну, может, на первой. Короче. Странно выглядят печатные машинки здесь. Неуместно. На мой взгляд. Не хочется, конечно, к таким мелочам придираться, но всё-таки я считаю, что окружение персонажей в игре это не мелочь. И неуместные вещи в окружении это как бы важно учитывать. Я не хочу чё-то пока туда выходить. Пойдёмте посмотрим, вдруг так монстрик есть. О! Где? Шо? А, это же Глифт, господи. Я хочу посмотреть, чё там дальше. Папа-па-па-па-па-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-на-лю. Пойдёмте. Ибо чё бы не... Ой, блин, он и вернулся. Или... А, это здесь гудит нормально. Вот здесь, по идее, не должно быть так белым-бело. Давайте всё-таки попробуем поя... пояркость... пояркость убрать. Так, господи, где оно? Ну, как бы... Да. Очень странно, короче. Очень странно. Повторюсь, вот... Видео, в котором я подглядела... Твою мать. А-а-а! Гаси, чувак. Всё-таки, значит, туда не нужно было идти. Это радует. Ну его нафиг. А нажми кнопку! Странно, что его... Блин, надо было сразу пойти посмотреть, пока его не было. Ну, вот... Вот такие вот башки, они... Башки. Баги маленькие относительно. Всплывает тут по всей игре, в общем-то. И это пока что очень сильно печалит. Единственное, на что я надеюсь, что... Ой. Ой. Оптимизейшн вообще. конечно, да. Короче... Короче... Короче. Всё-таки сделаем это первым взглядом. Не хотелось бы, конечно, обижать разработчиков, но, честно говоря, отрицательных впечатлений у меня пока что больше. Да, в некоторых моментах игра пугает, но вот эти все технические косяки, которых просто несчётное количество, потому что... Ну, вы видели, короче, всё. А всё, что не видели, я вам, в общем-то, рассказала. В общем, как-то это очень всё грустно. Я понимаю, что люди старались, потому что... Ну, я понимаю, что сложно делать вот такие вот вещи крупные. но мне кажется, они замахнулись... То есть люди, которые делали данный мод, замахнулись на мод размером, который они ещё не готовы, в общем-то, покорить, скажем так. Мне кажется, стоило сделать что-нибудь поменьше. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но чувствуется неопытность в постановке сценария, неопытность в подаче сюжета, потому что вот эти все... Как сказать... Как бы по идее у нашего героя амнезия, ну, по идее, потому что мы, опять же, не помним вроде как, что ж мы такого натворили, мы выясняем это всё через записки, но при этом то, что у нас амнезия, как бы никак вообще абсолютно не фигурирует в игре, потому что наш чел постоянно даёт нам подсказки, то, что о, химикаты были там-то, вот это было там-то. То есть он прекрасно помнит эти места. Не знаю, может быть, это, повторюсь, локальная амнезия, то есть такое тоже может быть, забывает одно, помнит другое. Может быть, ну, как бы тогда, да, если вот упираться в это, то, да, в принципе, косяка нет, но вот так вот вызывает чувство такой, знаете, нестыковки, скажем так, какой-то. Технически вот эти моменты непонятные тоже как бы очень смущают оптимизация вот там вот, как мы заметили, тоже не очень. Ну, как бы, я не знаю, честно, я очень хотела бы, хотела изначально пройти этот мод, мне было интересно, то есть, о, прикольно, но вот то, что я увидела, честно говоря, у меня отбило желание играть. Да, повторюсь, игрушка в некоторых моментах пипец как пугала, но просто, вот сейчас у меня просто нет желания уже в это играть, я с удовольствием где-нибудь у кого-нибудь посмотрю, но вот самой мучиться со всеми этими багами, гадать, когда, когда же там, в общем-то, эту игру отпустят, да, когда там будет что-то работать, когда там не будет, потому что элементарно, даже там монстр куда-то пропал сейчас. Хотя мы не загружили, мы просто загрузились с чекпоинта, и его уже не было. Я не знаю, может быть, это такой сюжетный ход, типа, это оказался достаточно туба для того, чтобы не пройти с первого раза, мы уберем тебе монстра, и ты пройдешь, но мне кажется, все-таки нет, потому что если вот туда выйти, монстр появится, я это уже проверила. В общем, в общем, вот, не знаю, не хочу, конечно никого обидеть, но факт остается фактом. Такое мое отношение к этому моду. Я не знаю, может быть, я, конечно, слишком жестокая или слишком требовательная, хотя мне кажется, как бы требовать хотя бы элементарно отсутствие таких вот, такого большого количества технических нюансов, это нормально. С другой стороны, с другой стороны, это мод, он бесплатный, и как бы я вообще здесь не вправе ничего не требовать, как говорится, если не нравится, не играй. Вот, в принципе, что я и сделаю, потому что все-таки действительно, как бы, если что-то не нравится, смысл себя, ну или просто, да, как-то чем-то смущает сильно, потому что, в принципе, повторюсь, атмосфера в этой игре мне понравилась, и, в принципе, сюжет даже в какой-то степени интересный, хотя, конечно, у него много дыр и косяков уже, на мой взгляд, имеется. Это я вам как, ну, не то, что сценарист, скорее, как писатель-любитель, хотя это, наверное, немножечко самодовольно прозвучало, но, в общем, не может моя душа все этого выдержать, уж простите, ребята, поэтому сделаем это все, я, наверное, буду все это склеивать в одно большое-большое видео, просто, чтобы вы ощутили все это дело, поэтому много будет таких вот обрезанных моментов, то есть, по кусочкам буду склеивать несколько видео, так что, если где-то будет странно, если я где-то что-то повторю, не серчайте, потому что там, действительно, я записала много, но придется все это склеивать. Вот, в общем, простите еще раз те, кто думал, что действительно у нас будет прохождение, но, честно говоря, пусть это действительно останется первым взглядом. Хватит. Вы просили инди-хорроры, вот вам, пожалуйста, инди-хоррор, первый взгляд, все, играть ли в эту игру или смотреть в кому-нибудь, решайте сами, а я, пожалуй, все-таки посмотрю, вместо того, чтобы поиграть самостоятельно. Вот, в общем, и то я, кстати, даже подумала не выставлять это видео на канал, но, честно говоря, мне просто понравилось, моя же реакция вот на первые вот эти пугалки. Я думаю, вам это тоже будет интересно посмотреть. Вот, и вот такие вот дела. В общем, надеюсь, тем не менее, несмотря на то, что мы не будем проходить это все дело, то, что вы увидели, вам понравилось, то есть я действительно очень часто пугалась, такое нечасто увидишь. И, в общем-то, если это так, ставьте пальцы вверх и до встречи в других играх, в других первых взглядах и в других хеврерах, когда они там будут выходить. В общем, с вами была Север, всем удачи и пока-пока.